Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Завод, который через 70 лет стоит на страже обороноспособности страны. Уникальное предприятие в годы войны изготавливало броню для самолетов. В постсоветское время здесь выпускали термосы и трубы. Сегодня, пройдя серьезную модернизацию, вновь выпускают продукцию для оборонки. Завод «Салют» посетил глава администрации Самары Олег Фурсов. На встрече с коллективом обсуждали вопросы благоустройства города и поселка Мехзавод. В частности, реализацию общественных инициатив, реформу местного самоуправления, которая приблизит власть к народу. Здесь, можно сказать, куется щит Родины. В годы Великой Отечественной войны на Куйбышевском механическом заводе делали бронекорпуса для легендарных штурмовиков Ил-2. Пережив тяжелые 90-е годы, завод теперь уже «Салют» вновь на службе Отечеству. Порядка 96% всей продукции производят для оборонной промышленности. За последние 4 года объемы производства увеличились более чем в 4 раза. Заказами «Салют» обеспечен. Ежегодно, по прогнозам, производство будет увеличиваться на 40%. За счет федеральной целевой программы, которой мы начали заниматься еще с 2008 года, вот за этот период мы получили порядка 60 станков нового поколения, поколения 21 века. Цеха предприятия журналистов не допускают. Специфика производства. А вот общение с сотрудниками «Салюта» получилось искренним и открытым. На встрече заводчане обсудили с главой администрации Самары Олегом Фурсовым реформу местного самоуправления и предстоящие выборы в районные советы депутатов. Пройдут они 13 сентября. Районные советы создаются, чтобы в приоритете у власти были вопросы земные, важные для горожан. Для того, чтобы на уровне районов решались задачи, связанные с непосредственным развитием каждого района, с непосредственным благоустройством того или иного двора, с решением вопросов, которые волнуют каждого человека. Необходимо, чтобы в составе районных советов, в составе городской думы были люди, представляющие не интересы финансовых кругов, а интересы простых людей. Заводчане – люди активные. Не только сами придут на выборы. Из числа сотрудников выдвигают 8 кандидатов в райсоветы. Вопросы благоустройства, в частности поселка Мехзавод, заводчанам не чужды. Тот же ремонт дорог, по поводу которого руководители предприятий Красноглинского района уже обращались к коллегу Фурсову. Мы десятилетиями говорим, что нужно улицу Батайскую сделать. Она идет через Красную Глинку, Волжский район. Элементарный вопрос. Он не решался. Я с губернатором переговорил, получил поддержку. Значит, мы будем эту улицу сейчас проектировать, на следующий год ее сделаем. С приходом Николая Ивановича Меркушкина, конечно, вопросы социального развития города и области, вопросы дорожного строительства, они кардинально были пересмотрены. Общественный транспорт постепенно будет возвращаться из частных рук ведения муниципалитета. Договорились на встрече. В Самаре закуплены 82 новых автобуса и 19 троллейбусов. До конца года планируется приобрести еще порядка 50 автобусов, 20 троллейбусов и 10 трамваев. Они будут ходить по самым востребованным у горожан маршрутам. С осени решение всех вопросов каждого района, отдельного микрорайона, двора, станет в разы быстрее и эффективнее. Этим займутся районные советы депутатов, которые формируются из самих жителей. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. В Самаре с 10 управляющих компаний и 108 не смогли подтвердить, что соответствует всем требованиям, чтобы заниматься содержанием жилого фонда. Им не были выданы обязательные с этого года лицензии. Занять их место могут муниципальные управляющие компании. Подробности в нашем сюжете. Три муниципальных предприятия готовы обслуживать жилые дома. Жилсервис, Универсалбыт и МПОСО уже получили лицензии и намерены бороться с опризнанием потребителей. Муниципальные управляющие компании должны будут задать новый стандарт оказания услуг на местном рынке ЖКХ. Они займут место тех 10 управляющих компаний, которые так и не смогли подтвердить качество своих услуг. Управляющая компания, которая не получила лицензию или была лишена, она обязана управлять до того момента, пока мы не определим с домами. В наследство от не получивших лицензию компаний осталось полторы тысячи домов. В открытом конкурсе определят, какая из трех муниципальных организаций какими домами будет управлять. Сейчас в муниципальные компании набирают сотрудников, дворников, слесарей и мастеров. Решают вопросы с помещениями и закупкой спецтехники. На это из городского бюджета выделено 50 миллионов рублей. В феврале лично я сталкивался с тем, что много посредников в этой теме. Обратите внимание, чтобы были поставщики прямые. И потом доложите мне, насколько эта цена снизилась. Алгоритм уже показан при закупке техники для дорожного хозяйства. Значит, надо идти этим алгоритмом. Убирать посредников и минимизировать цены. Делать покупки выгоднее для города, для бюджета города. Глава администрации Олег Фурсов подчеркнул, в этот переходный период не должно случиться так, чтобы жильцам перестали приходить квитанции. Собственники жилья и квартиросъемщики не должны становиться должниками. Кроме этого, он поручил сократить этот переходный период до минимума. Уже в середине августа муниципальные управляющие компании должны в полную силу приступить к работе. Жители, которые столкнулись с проблемами обслуживания жилья при смене управляющей компании, могут обратиться на телефон горячей линии департамента ЖКХ. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, События. Предполагается, что шестую часть жилых домов Самары возьмут на обслуживание муниципальной управляющей компании. Как самарцы воспринимают новшества и готовы ли они довериться организации не частной, а подконтрольной городу, спросили мы на улице города. Я думаю, это к лучшему, к лучшему, потому что все должно решаться на более высоком уровне. Относимся нормально. Пусть только хорошо обслуживают. Вот дом видите какой? Оконы грязные, все грязное. Вот если будут они нас обслуживать хорошо, все будет чисто. Ну вот насколько я понимаю, если это будет опять государственным, то хуже и не будет. Муниципальные предприятия имеют больше контроль, чем проконтролируют частные предприятия. Поэтому поживем, увидим. Пока коммунальное хозяйство оставляет желать лучшего. Вообще частными не очень довольны. Государственная компания, структура, она будет более законопослушна, что ли. Это будет уже более-менее как-то фиксировано все эти ставки. Не будет вот этих вот разбросов, дополнительных каких-то непонятных скрытых услуг и тому подобное. Я считаю, что это как-то более может быть будет открыто. Мне кажется, будет улучшение. Ну не знаю, у нас сейчас вот коммунальник разорился, нашего Ленинского района, и компания вот поменялась. Причем за год уже второй раз поменялась. Я думаю, что всегда это хорошее нововведение, чтобы больше контроль повышался. Все зависит, наверное, от того, кто руководит компанией. Расчистить дворы от веток в ближайшие два дня. Такое поручение дал первый вице-мэр Владимир Василенко на оперативном совещании в департаменте ЖКХ. Напомню, в воскресенье из-за сильного шквалистого ветра его скорость достигала 10 метров в секунду. Были поломаны ветви деревьев и кустарников. Дворы жилых домов оказались завалены обломками. Два дня сегодня и завтра убрать все ветки, которые находятся и упали. И районам я попрошу вас всех, кто производит у вас вырубку поросля и опиловку, не храните ее. Затем, как улицы города очищают в том числе от сухих веток, можно следить в соцсетях. Подробный фотоотчет об уборке города в твиттере городского департамента благоустройства. Упавшие ветки собирают на улице Калининградской революционные среднесадовые. Кроме того, собирают мусор с обочин дорог и чистят ливневки. Жители дома 299 на улице промышленности превратили свой двор в настоящий цветник. Благодаря их усилиям перед домом теперь находится уголок солнечного юга. Этот подсолнух – гордость Лидии Павловны Денисовой. В ландшафтном дизайне двора ей нет равных. В этом году посадила петунью, ночка, очень красивые цветы у нас, пионы. Много сиреней я привезла из Краснодарского края. Очень красивая, махровая, белая, сиреневая и флоксы моя – это слабость. Также в планах пенсионерки вырастить на придумовом участке редкие голубые флоксы. Не каждый дачник может похвастаться такими успехами в цветоводстве. Но вся этой красоты могло и не быть, если бы не инициативные жители. Вот на Медни как-то завезли КамАЗ-Земли, ну и в качестве, так сказать, шуточного условия, можно так выразиться. Если жители машину раскидали по газонам, а тем более, если уважаемые хозяюшки на этой земле успели посадить цветы, то в качестве призового общественного совета поступает второй КамАЗ-Земли. Подстегивают жителей пример соседей. Двор у дома напротив. Горожане благоустраивают каждый год. Тоже помогают власти. Мы облагораживали в прошлом году свой двор за счет этого. Соседи нашего дома, глядя на нас, тоже решили облагородить свой дом. Мы сейчас, как видим, власть-то на нашей стороне, помогает нам во всем. Не сидеть сложа руки, а самим решить все проблемы – девиз местных жителей. Они помогают власти обращать внимание в первую очередь на то, что важно людям. Такие неравнодушные люди должны войти в команду созидания, которые предстоит сделать Самару более комфортной и благоустроенной. Выборы в районные советы депутатов состоятся 13 сентября. Валерия Макарова, Илья Овсяников, Сергей Баскин. События. 114 тонн свинины, запрещенные к ввозу в Россию, начали утилизировать. Напомню, весной этого года инспекторы Россельхознадзора задержали на границе с Казахстаном шесть автомобильных фур с мясом. Даты, указанные в документах и на маркировках груза, не совпадали. К тому же не совсем понятен был маршрут транспортировки свинины. Судя по этикетке, мясо было произведено в Бразилии, а везлось через Казахстан. Груз был задержан и отправлен на временное хранение на склад одного из самарских предприятий. Не исключено, что товар контрабандный. По закону, все шесть задержанных партий мяса необходимо ликвидировать. Свинину переработают на дубово-умедском ветсанутильзаводе. На мясо-костную муку, который добавляют в корм сельскохозяйственным животным. Такая переработка мяса безопасна, так как производится при очень больших температурах. При выяснении обстоятельств Бразилия не подтверждает, что данная продукция выработана на их территории. У нас есть большие сомнения в ее качестве. Поэтому после проведения всех согласований, в том числе и с теми организациями, которые принимали на себя данную продукцию сомнительного производства, будем так говорить, или неизвестного происхождения, совместно принято решение о утилизации. Алкогольная продукция общим количеством более 340 литров на сумму более 38 тысяч рублей изъята из незаконного оборота. В Самаре продолжается борьба с незаконной продажей спиртного. Полицейскими совместно с активистами общественного движения «Народный контроль» была проведена проверка одного из торговых ларьков на улице Воронежская. На момент ее проведения индивидуальный предприниматель отсутствовал. В ходе проверки установлен фактор реализации алкогольной продукции, бесконтрольно-кассовой техники и с ценниками неустановленного образца. За данное правонарушение будет в отношении виновного лица составлен протокол. Будьте вежливы! На парковках торговых центров города появились оригинальные информационные таблички, призывающие не занимать места для инвалидов. ГИБДД Самары провела профилактическую акцию, призванную сократить количество правонарушений, связанных с парковочными местами для инвалидов. Теперь на стоянках торговых центров под знаками «Место для инвалидов» повесили дополнительные таблички. «Не занимай мое место ни на парковке, ни в жизни, забрал мое место, забери и мои болезни». Насколько Самары доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья, оценил уже успевший стать известным путешественник Игорь Скикевич. В инвалидном кресле он преодолел уже более 7 тысяч километров. Его путь проходит через города воинской славы, от Таганрога до острова Шикотан. Это край России. Пересечь всю Россию с запада на восток автостопом отважится далеко не каждый. Тем более сложный этот путь для человека, передвигающегося в инвалидном кресле. Совершить путешествие длиной в 20 тысяч километров отважился Игорь Скикевич, инвалид первой группы. Свой путь он начал 21 мая в городе Таганрог, планируя за 150 дней добраться до края России, острова Шикотан. Для него это не просто путешествие, а экспедиция в честь 70-летия Великой Победы. Свой маршрут он спланировал так, чтобы посетить места боевой славы. Весь свой путь Игорь не расстается с портативной камерой. Я снимаю в пути все, что со мной происходит. Кстати, у меня стоечка, такая интересная называется, селфи. По-другому еще ее называют щепяшечка по-русски. Ее подарили, подарил оператор одного из интернет-журналов. В каждом городе он набирает землю на память о необычном путешествии, а также через всю страну. Везет бутылочку с водой из Черного моря. Я приду, доберусь до края нашей земли, я перелью в Тихий океан, символически объединив нашу необъятную родину с запада на восток. Победа над собой. Вот смысл каждого дня, прожитого в экспедиции. Доказать не только самому себе, но и всем, кто прикован к инвалидному креслу, что жизнь не теряет красок. В путешествии из города в город Игорь заметил, что за последние 8 лет появилось больше пандусов, и передвигаться инвалиду стало удобнее. Вот только вот здесь я увидел к памятнику, к мемориалу, к вечному огню. Есть пандусы. В городах героев везде ступеньки. Чтобы спуститься вниз, приходилось просить людей, чтобы спустили мою коляску, вместе со мной, чтобы я мог разложить цветы. Такая акция не оставила равнодушными людей, которых Игорь встречал на своем пути. В каждом городе находились желающие помочь провести экскурсию, просто поддержать добрым словом. Самара не стала исключением. Во время возложения цветов к вечному огню, человек в инвалидном кресле с развивающимся за спиной флагом Победы привлек внимание местных жителей и гостей города. Это не каждый решится. Мы только прямо рады, завидуем им. Мужеству его поем мы песни. Не последнюю роль в большом путешествии играют ночные волки, участники Всероссийского мото-клуба. Во многих городах ночные волки помогают Игорю в дороге. То есть где-то дают кров, где-то встречают, провожают, показывают город. Где-то устраивают какие-то акции по сбору средств для того, чтобы человек мог продолжить свою дорогу. Чем можем, мы героям своей страны мы помогаем. На своем пути Игорь сталкивается со множеством испытаний, которые сложно преодолеть человеку без проблем со здоровьем. Тем более человек в инвалидном кресле. Дождь, град и ураганный ветер. Однако, несмотря на все, он не падает духом и продолжает свое странствие. Следующий город на маршруте – Оренбург. Мы вами гордимся, мы вас увидели очень даже рады. Всего вам доброго, здоровья. Дарья Трофимова, Константин Головин, События. Губернский хор под руководством Владимира Ощепкова вернулся с гастролей из Волгограда. В городе Герои Самарцы исполнили программу, посвященную 70-летию Победы. Особенность хора – возраст его участников. Музыка объединила студентов самарских вузов и ветеранов войны и труда. В поездке родилась идея сплотить в одном коллективе не только представителей разных поколений, но и жителей разных городов. Подробности в сюжете. Слава солнцу, слава миру! Слава песни, радость милы! Нам прославить радость милы! Слава себе! Слава себе! Расславим радость на земле! Эта песня парализовала движение по одной из улиц Зальзбурга. Самарский хор исполнял ее прямо перед домом Моцарта и собрал вокруг себя австрийцев, очарованных голосами поволжских исполнителей. Хору рукоплескали также в Ватикане, Греции, Германии и Австрии. Наш хор «Золотая лера» медицинского, аэрокосмического. Были в Вене на конкурсе «Орфей». Аэрокосмический занял первое место, медицинский – второе место. Хор «Золотая лера» первое место. И сводный хор, где мальчики и девочки гран-при заняли. Тогда четыре коллектива приезжали. Это была вообще сенсация в Вене. Газеты все писали. Из Самары хор приехал, заняли все призовые места. В Волгограде концерты проходили под открытым небом в местах боевой славы. Выступление на Мамаевом кургане запомнилось больше всего. В первых рядах среди зрителей – ветераны Великой Отечественной. Это очень было волнительно. Но когда вот приехали и спели, то есть это ощущения непередаваемые. Нам очень понравилось. Да, вот когда пели действительно на Мамаевом кургане, когда видишь вот эту всю обстановку и сразу наворачиваются слезы на глазах. Ну, спели и все аплодировали, были тоже тронуты нашими произведениями. Майский вальс. Поклонимся великим тем годам. Песни военных и послевоенных лет, грустные и веселые, торжественные и повседневные, услышали волгоградцы в исполнении Самарского хора. Песни не смолкали и на теплоходе по пути домой. В окружении таких творческих людей легко рождаются новые идеи. Мы сейчас на теплоходе говорили, а там уже были и другие представители, вдруг к нам пришли и говорят предложение. Владимир Михайлович, а у нас есть предложение. Давайте мы сделаем объединенный хор городов по Волге. Вот понесем эту идею и дальше. Может быть и такое сделаем. А запоет Самара, запоет вся страна. Владимир Ощепков только рад поддержать интересную идею. И возможно, скоро мы действительно услышим многоголосье всего по Волжью. Валерия Макарова, Алексей Золотенков, События. В этом году Россия должна полностью перейти на собственную систему пластиковых карт. Чиновники ссылаются на опыт Японии и Китая, в которых созданы внутренние национальные платежные системы. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Наш телеканал расширяет зону своего вещания. Самара ГИС теперь доступен жителям микрорайона Крутые Ключи и коттеджного поселка Ударник. Настройте Самара ГИС в цифровой сети EGS Telecom. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Не страшно жить за чертой бедности. Страшно жить не с той стороны этой черты. А в России предлагают установить прожиточный минимум в размере 10 тысяч рублей со второго квартала. Между прочим, в стране нынче насчитывается почти 30 миллионов людей, чьи доходы даже до 10 тысяч не дотягивают. По проекту постановления для людей трудоспособного возраста прожиточный минимум составит 10 тысяч 792 рубля, для пенсионеров 8 тысяч 210 рублей, детям полагается 9 тысяч 806 рублей. Рост прожиточного минимума составил всего 3,7 процента. Я вот все думаю, когда же кто-то из чиновников попробует на прожиточный минимум посуществовать. В этом году Россия должна полностью перейти на собственную систему пластиковых карт. По мнению правительства, ненормально, когда Visa и MasterCard обслуживают 97 процентов клиентов внутри России. В руководстве ссылаются на опыт Японии и Китая, в которых созданы внутренние национальные платежные системы. Это своего рода защита от политического давления извне. Сейчас в России создана национальная система платежных карт, в которой 100 процентов акций принадлежат Банку России. Выпуск карт этой системы под маркой МИР планируется на декабрь 2015 года. В 2016 году эмиссия станет массовой. Будут заключены соглашения о том, чтобы карты МИР были связаны и с другими платежными системами, чтобы обеспечить их международное хождение. В июне было заключено соглашение с MasterCard, в июле с японской JCB. Все хорошо, вот только Банк России зачастую не играет в интересах России. Морские круизы не теряют популярности даже в кризис. Спрос на этот туристический продукт остается стабильным. Отмечается, что популярность набирают круизы из портов Санкт-Петербурга и Сочи. Повышенный спрос отмечается на круизы на европейских кораблях-гигантах, следующих вдоль курортов европейских государств. Российский фондовый рынок открылся негативно. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1639 пунктов. В аутсайдерах – ТАТ «Нефть», Банк Открытия, Алросос, Ургут «Нефтегаз». Среди лидеров роста РДР «Русал», НЛ «Россия», ТМК и ММК. К открытию торгов в России сложился негативный внешний фон. Европейские и американские биржи в понедельник закрылись ростом, отыгрывая новости о достижении компромисса между еврокредиторами и Грецией. Азия торгуется преимущественно в минусе. На сырьевом рынке цены на нефть корректируются вниз, реагируя на сообщения СМИ о том, что «шестерка» с Ираном подписали соглашение. На сегодня это все. Удачи в делах!